Здравствуйте! На канале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня у нас такой богословский вопрос. Как можно погубить бессмертную душу? Вы знаете, это действительно очень важный вопрос, потому что слово «погубить» употребляется вопрошающим как синоним слова «убить». Но убить душу, то есть уничтожить её, вернуть её в небытие действительно невозможно. Однако, не случайно, святые отцы говорили, рассуждая о смерти, говорили о том, что человек может испытать две смерти. Это смерть телесная и это смерть душевная или духовная. Если что такое смерть телесная, все мы так или иначе знаем, это разлучение души от тела, то под смертью духовной или гибелью души можно понимать разделение души от Бога. Подробно об этом написано, например, в работе святителя Игнатия Бринчанинова, которая так называется, о смерти. Там вот этот вопрос двух смертей подробно рассмотрены. Я наших зрителей отправляю, желающих более серьёзно погрузиться в эту тему, к этой книге святителя Игнатия. Так, да, например, в Евангелии от Матфея прямо Господь говорит, «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть, как я уже сказал, уничтожить бессмертную душу невозможно, но оторвав её от Бога, можно погрузить её в гиену огненную, там будет плач искрежет зубов, и оторванность души от Бога будет её истинной смертью. Субтитры создавал DimaTorzok